Следующая достаточно частая группа глаголов – это глаголы на «ывач», «ивач», «овач», «авач». Они соответствуют русским глаголам на «овать», «евать», например, «целовать», «цововать», или же, внимание, русским глаголам на «ировать», например, по-русски «domинировать», «monтировать», по-польски «domиновать», «montовать». Как и в русских глаголах на «овать», «евать», в польских словах суфикс начальной формы при спряжении заменяется на суфикс «uj». «Cеловать». «Cеловать». «Cелую», «Cелujesz», «Cелuję». «Я целую», «Ты целуешь», «Он, оно, оно целует». «Cелujemy», «Cелujecie», «Cелują». «Мы целуем», «Вы целуйте», «Они целуют». «Заховывать». «Вести себя». «Заховуєшься», «Заховуєшься», «Заховуєшься». «Я веду себя», «Ты ведешь себя», «Он, оно, оно ведет себя». «Заховуємося», «Заховуєтеся», «Заховуємося». «Мы ведем себя», «Вы ведете себя», «Они ведут себя». В песне «Идзе жоуниш Борем Лясом», который играет у нас в заставке, есть такие строчки. «Сокня на нем», «Не блакуе», «Не блакуе», «Вяд дюрами», «Вшелатуе», «Вшелатуе». «Одежка на нем», «Не выцветает», «Не выцветает», «Ветер сквозь дыры», «Пролетает», «Пролетает». Теперь, когда мы уже знаем, как ведут себя эти глаголы, нам легко понять, что «Блякуе» – это «Бляковач», а «Пшалятуе» – это «Пшалятывач». Но, к сожалению, тут не все так однозначно и логично. Скажем, вот в этом случае мы должны предполагать по-хорошему существование двух форм, как «Пшалятывач», так «Пшалятовач», а вот какая из них существует на самом деле, мы можем узнать, увы, только в словаре. Примеры таких глаголов, кроме приведенных выше. «Прacовать» – «Прacуе». «Работать». «Пропоновать» – «Пропонуе». «Предлагать». «Дзянковать» – «Дзянкуе». «Благодарить». «Маловать» – «Малуе». «Рисовать». «Коментовать» – «Коментуе». «Коменцировать». Далеко не все глаголы совпадают с русскими. По-русски «купить» – «покупать», а по-польски «купить» – «куповать». По-русски «танцевать» – «танцую», но по-польски «таньчать» – «таньча». Zwróćcie uwagę na to, że w języku polskim mamy również czasownik podobny do rosyjskiego «таньцовать», czyli «таньцовать», ale jednak w polskim jest on używany niezwykle rzadko i tutaj Mikiko znalazł taki bardzo dobry przykład, zdania, w którym można by go użyć – «napił się» i teraz «таньцую». «Он себя напился и пляшет». Możecie go użyć, jeżeli znajdziecie się na jakiejś wiejskiej biesiadzie na przykład. Частица Щ – это как русский постфикс «ся», только пишется она отдельно от глагола и стоит необязательно сразу после него. Место этой частицы в предложении определяется точно так же, как и место других кратких местоимений. То есть, она не может стоять на первом месте в предложении, не может стоять на последнем месте, если раз, что предложение не состоит из двух слов. Если в предложении есть краткое местоимение, она будет стоять после него. А также рекомендуется ставить ее перед глаголом, но это необязательно. Так мне себя выдает. Мне так кажется. Глагол «выдавать че» – казаться. Та песенка мне себя bardzo подоба. Мне очень нравится эта песня. Подобать че – нравится. Ты разбираешься в лингвистике? Знать че на чимсь – разбираться в чем-то. Ну и тут тоже стоит помнить, что не всегда русские слова с постфиксом «ся» соответствуют польским с частицей «ще». Например. Вернуться. Я часто возвращаюсь с работы через парк. Бывают и обратные случаи. Например. «Спузниче» – опоздать. По-русски возвратный постфикс не нужен, а по-польски возвратная частица нужна. Существительные второго склонения, как положено слово «окно» – это просто наши с вами слова среднего рода. Окно, поле, одежда, метро, империя. Окно, окна, окну, окно, окном, о окне. Поле, пола, полу, поле, полем, о полу. Убранье, убранья, убранью, убранье, убраньем, о убранью. Метро, метра, метру, метро, метрем, о метре. Остатнее слово, которое для вас przygotowaliśmy, to «imperium» и есть это такой пример слова в языке польским, который не отменяет себя через случаи. Так ведь в каждом случае оно так само – «империум». На этот раз удобнее будет разбирать не каждый падеж отдельно, но просто отметить те ячейки, где есть разница с русским. В творительном падеже мы видим «М» или же «ИМ» после согласных «К», «Г». Это нам уже знакомо по первому склонению, как «кот», «кот», «к», 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 «к». В предложенном падеже появляется такая дилемма – в окончании выбрать «э» или «у». И решается она на этот раз достаточно просто. У слов на «о» будет «э», а у слов на «э» будет «у». Но у всех слов сосновой на «к», «г» всегда «у». Примеры. Слова «окно», «небо», «праздник». Окно – о окне. Niebo – о небе. Święто – о święcie. Поле – одежда, прощание. Поле – о полу. Убранье – о убранью. Поżegнание – о поżegнанию. Письменный стол, яблоко, танго. Бюрко – о бюрку. Яблоко – о яблоку. Танго – о тангу. А теперь давайте посмотрим на два слова «метро» и «империум». Да, в польском языке действительно склоняются такие слова, как «метро», «метро», «бюро», «офис-бюро» и прочие. У нас в русском языке иностранные слова на «о», «э» перестали склоняться во вполне себе конкретный исторический период – в конце XVIII века. Тогда значительная часть русской аристократии перешла на французский язык. И, естественно, при заимствовании слов из французского, из итальянского и других западноевропейских она переносила речевые привычки, которые были сформированы вот в таком франкоязычном окружении. Во французском, в итальянском, во многих других языках склонения слов нет, поэтому и слова, когда заимствовались в русский язык, они также оставались несклоняемыми. А вот у поляков такого не было. А потому, может быть, за исключением каких-то совсем новых заимствований из английского языка, они иностранные слова на «о», «э» склоняют точно так же, как и свои родные «поле», «небо», «окно» и прочие. И затем, когда мы говорим «я в метро», поляки говорят «jestем в метше», «я в метре». И все то же самое касается к слову и географических названий. «Брно» в «Брне», «Марокко» в «Марокку». А о том, кстати, как в русском языке переставали склоняться разные географические названия на «о», в том числе и наши, русские, славянские, у меня есть отдельное видео. Но имеет место и обратная ситуация, то есть существуют такие слова, которые в польском не склоняются, а в русском спокойно изменяются по падежам. И в польском это слова на ум, которые все считаются словами среднего рода. «Цезарь империум римского». «Цезарь римской империи». «Едьми до центру міста». «Поехали в центр города». «Шопен учился в варшавском лицеум». «Шопен учился в варшавском лицее». Дело в том, что все такие слова – это заимствование из латинского языка. Там окончание «ум» – это окончание слов среднего рода в именительном падеже. Поскольку в польском ничего похожего нет, но образованным людям прям вот уж очень хотелось сохранить такое окончание в сочетании с родом языка-источника, то слово приходилось не склонять. Обратите внимание, что русский язык пошел по другому пути. Мы воспринимаем все такие слова как просто слова мужского рода с основой на согласный и склоняем их по обычной модели. Форум – форума, тривиум – тривиума и так далее. Теперь же посмотрим на множественное число. Окна – окен, окном, окна, окнами, о окнах. Пола – пуль, полом, пола, полами, о полах. Обратите внимание, что и именительные и винительные падежи всегда будут с окончанием а и формы всегда совпадают. Впрочем, как и в русском языке. Окна – вижу окна, поля – вижу поля. Также может возникнуть еще мена о у, то есть о окресковане, о с палочкой. Поле – пуль, може – муж. Будьте осторожны. В дательном падеже окончание будет только ом. Ну, с остальными формами, думаю, все просто, все понятно. Слово метро мы уж так и быть тут опустим, потому что вряд ли вам не то, что по-польски, по-русски придется говорить о метрах во множественном числе. Но разберем слово империум, потому что с ним начинает происходить что-то странное. Оно начинает склоняться. И тут нам снова придется обратиться к латыни. В латинском языке в среднем роде во множественном числе окончание а – империум, империя, вербум, верба. То есть оно совпадает с окончаниями в польском языке, как окно – окна. Ну, и это, в общем, не удивительно, потому что это общие индоевропейские окончания, они одни и те же в разных европейских языках. Ну и, разумеется, если это слово может склоняться по той же модели, что и свои слова среднего рода, то почему бы этого не делать? Именно так, как бы рассуждал образованный поляк в прошлом. И все это привело к такой достаточно странной системе склонения, лично мной в других языках нигде доселе не виданной, когда в единственном числе слова вообще не склоняется, а во множественном у него есть особое окончание для всех форм. Теперь же разберем уже третье склонение, которое давайте мы запомним по слову «сёстра» – «сестра». К нему относятся все слова женского рода на «а», а также немногочисленные слова мужского рода с таким же окончанием. Вот сравните, как наши «сирота», «воевода», «никита», «паша» и прочие. Сестра – «вода», «дорога», «уллица», «водитель». Сиостра, сиостры, 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 сио В родительном падеже какое окончание выбрать «и» или «ы» снова зависит от того, у нас мягкая или тверда основа, и также есть ли в ней согласные «к» и «г». С похожим мы уже сталкивались много раз. И снова я вам не советую заучивать все буквы, которые делают основу мягкой. Просто больше читайте, больше практикуйтесь, и со временем все запомнится само собой. Дательный падеж на этот раз совпадает с предложенным, но в нем остаются все те же коварные чередования. И если основа тверда, то нужно окончание «и» или «э», а если мягка, то «и», «пы». Винительные и творительные падежи, обратите внимание, различаются только двумя носовыми гласными. Это необычно для русского языка, но, впрочем, если вы помните, какие русские звуки соответствуют каким польским, то для вас будет все тут кристально ясно. Ну а звательный падеж всегда просто на «о». На всякий случай сразу покажу и склонение слова «польска», «польсша», то тут просто некоторые путаются. «Польска», «polски», «polсце», «polске», «polском», «ополсце», «polско». «Ехать до Polski». «Ехать в Польссу». «Честь, Польсско». «Привет, Польсша». «Прака и студия в Польссе». «Работа и учеба в Польссе». «Кохамы Польске». «Мы любим Польссу». Теперь же посмотрим на множественное число. Сиостры, сиустр, сиостром, сиостры, сиострами, о сиострах. Воды, вуд, водом, wody, водами, о водах. Дроги, никто, друг, droгом, droгу, дорогами, о двигах. Улицы, улиц, улитцом, улицы, улитцами, о улицах. К CC, jesteśmy в Польссе. Кировцы,streцов, Protestant, вijkере. Кировцами, о 테哈哈. Посмотрите на эти формы сами и убедитесь, что тут все предельно похоже на русский язык, кроме уже известных нам специфических польских особенностей, таких как дательный падеж на ОМ, а не на АМ или там буквы У, О, Крыск, Ваны в некоторых формах, все как в русском. Также приметьте следующее, слово КЕРОВЦА, поскольку оно мужского рода, оно ведет себя как слово лично мужского рода в остальных формах во множественном числе. У него различается категория душевленности, а у слов женского вечного рода нет. Видзе сиостры, воды, керовцов. То есть буквально вижу сиостры, воды, но водителей. И у него окончание УВ в родительном падеже, а не нулевое, как у остальных форм. Точно так же обстоит дело и с другими подобными словами. КОЛЕГА. КОЛЕГА. ВОДЦА. ПРАВИТЕЛЬ. ЄНЫКОЗНАВЦА. ЛИНГВИСТ. И прочими. И последний нюанс окончания ИМЕНИТЕЛЬНОГО ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖИ у слов с мягкой основой. Тут мы видим два окончания, это или И как в слове КЕРОВЦЫ или Э как в слове УЛИЦЕ. Так вот, с их помощью тоже различается лично-мужской и женско-вечный род. У лично-мужских слов будет И, а у женско-вечных Э. Ну еще примеры, скажем, ЖЕМЕ, земли, КУЛЕ, ПУЛИ, ВЕЖЕ. БАШНИ. Чтобы какой-нибудь пристойный пан мог склонять к себе ладных польских пани, ему нужно как минимум, как минимум знать, как само слово ПАНИ склоняется в польском языке, потому что это слово-исключение. Несколько фраз, чтобы узнать по-польски о текущем положении дел. О чем дело? О чем речь? Что он задумал? Что он имеет в виду? Что происходит? Что происходит? Задзвонил до мне отец и сказал, что ПИЛНЕ должен приехать. Что происходит? Мне позвонил отец и сказал, что я срочно должна приехать. Что происходит? Не мяуэм појтя, что это за люди, а не о кое им ходи. Я без понятия, кто эти люди и чем они занимаются. Приспрашам, trochę сбочујем с темату. Поведь спраша, оце ходи. Прости, я немного отвлёкся. Скажи, пожалуйста, о чем идёт речь? Также три очень важных и серьёзных слова, в которых легко запутаться. Так называемые ложные друзья переводчика. Важны. Действительный, годный, также важный. Поважны. Серёжный. 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 Тен билет ес уж не важны. Этат билетик уже недействителен. Для мне знайомости такого родзају сау бардзо важны. Для меня такого рода знакомство очень важны. Оженицся чи не? То есть поважны, ктося каждого молодого человека. Жениться или нет? Это серьёзный вопрос для каждого молодого человека. Мувиш серё? Ты серьёзный? Что же. Ну а на том, пожалуй, прощайте пока.